В предпраздничный день республиканские власти чествовали тех, чья забота – каждодневная охрана благополучия любимого полуострова. Отчизна, как и сто и тысячу лет назад, нуждается в защите, а значит и в защитниках, отметил председатель Госсовета Республики. Завтра день защитника Отечества. Это один из самых любимых у нас в России праздников. Он давно стал поистине всенародным. Каждый находит в нем близкое для себя. Вот уже сто лет военнослужащие считают 23 февраля своим профессиональным праздником. В Госсовете Крыма сотрудников МЧС и Росгвардии, на деле доказавших преданность родной земле, наградили медалями за защиту Республики Крым, а также за мужество и доблесть. Орденами за верность долгу удостоили военных, отличившихся безупречной службой, высокими показателями, личной инициативой и самоотверженностью. Продолжилось торжество уже в музыкальном театре. В зрительном зале – воины всех мастей. От кадетов и курсантов до ветеранов. Со сцены звучат многочисленные пожелания тем, для кого защищать отчизну, свой дом, своих близких, профессия и призвание. Тем, для кого это моральный, а подчас и священный долг. «Только мы станем, по полю идем, только мы станем, по полю идем». Настоящий мужчина прежде всего должен быть порядочным и честным по отношению к своим родным, друзьям и коллегам, убежден министр внутренних дел Крыма. Однако 23 февраля – праздник и прекрасной части силовых структур страны. Про защитницы Розины и их вклад в спокойствие и стабильность сегодня тоже не забывают. «Я хотел бы поздравить с этим праздником настоящих мужчин, те, которые проходили службу в вооруженных силах, те, которые на сегодняшний день проходят службу во всех силовых структурах и правоохранительных органах Республики Крым и всей Российской Федерации. Конечно же, хотел бы поздравить здоровья, счастья. Хотел бы поздравить еще всех женщин, которые тоже работают в этих структурах, хотя они не мужчины, но на сегодняшний день занимают свой пост и являются защитниками страны». Знаем ли мы историю, чтим ли традиции, воспитываем ли в себе уважение к государству, в котором живем, патриотические даты позволяют задуматься о собственной личности, а порядок и безопасность по-прежнему на сильных плечах вооруженных сил. Анастасия Сухарева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.